Здравствуйте, уважаемые ученики! Продолжаем курс обучения правил дорожного движения. Следующая тема, значит, получается, трикс, девятый пункт. Регулировщик или сотрудник органов внутренних дел, исполняющий свои служебные обязанности, может потребовать от водителя остановить транспортное средство жестом руки или с помощью громкоговорящего устройства. Водитель должен остановиться в указанном месте. Ну, само собой, значит, жестом руки или громкоговорящего устройства. Он может вас остановить. А вы должны подчиняться и останавливаться в указанном направлении. Это пункт 39. 40. Шарковой пункт. Для привлечения внимания участник продвижения может подаваться дополнительный сигнал при помощи свистка. Свисток – это дополнительный сигнал, когда боли слышно водителям, чтобы остановить или указать, в какое направление вы должны двигаться. 41. При запрещающем сигнале ситопора или регулировщика водитель должен остановить перед стоп-линией. А в случае его отсутствия, ну, само собой, перед стоп-линией до перекрестка. Значит, если его нету, значит, первое. На перекрестке перед пересекаемой проезжей части, не создавая помех пешеходу. Само собой. Немножко вы должны место оставить для пешехода, чтобы они могли спокойно переходить через перекресток. Дальше. Перед железнодорожным переездом в соответствии с пунктом 119 настоящих правил. Это, получается, еще я приду к этому пункту, ну, немножко скажу. До шлаглама 5 метров, до первой рельсы, где-то 10 метров расстояния, вы должны остановить свои транспортные средства. Когда запрещающий сигнал ситопора. Дальше. В других местах перед ситопором или регулировщиком, не создавая помехи транспортным средствам и пешеходам, движение, которым разрешено. Значит, в других местах тоже. Значит, не мешая, вы должны остановить свои транспортные средства. 42-й пункт. Водителям которых при включении желтого сигнала или под регулировщиком руки вверх не могут остановить, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определенном пунктом 41 настоящих правил, разрешается давнейшее движение. Это желтый сигнал ситопора. Помните, я объяснял. Значит, получается, при экстренном торможении, если вы не сможете, вы можете пройти на желтый сигнал ситопора. Дальше. Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить его. А если это невозможно, остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки в противоположном направлении. Помните, проходил. Раз вышел пешеход на дорогу, значит, получается, он должен нас освободить. Если не получается, он должен ждать где? И посередине, в указанном месте. Есть специальные места. Так, 43 пункт. Водитель и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам ситопора, требованиям дорожных знаков и разметки. В случаях, если значение сигнала ситопора противоречит требованиям дорожных знаков приоритета, водитель должен руководиться сигналами ситопора. Так, это коротко объясню, ребята. Вот смотрите. В первую очередь, если водитель на перекрестке подчиняется регулировщикам. Второе – ситопор. Третий – дорожные знаки. Четвертый – дорожные разметки. И последний – уже по покрытию дороги. Кто на асфальтированной дороге, не имеет право на первую очередь движение. А тот, кто на грунтованной дороге, значит, не имеет, должен пропустить тот, кто двигается по асфальтированной дороге. Так, на сегодня все, ребята. Встречаемся до следующего уроке. До свидания.